Отмечать День города Бобруйск начинает 25 июня. С главной концертной площадки звучат поздравления от руководства области, иностранных делегаций и творческих коллективов. Станислав Румянцев и Валерий Бусил этот вечер запомнят надолго. Теперь они – почетные граждане Бобруйска. Первый – генерал-лейтенант в отставке, последний командующий 5-й танковой армии. Второй – прошлым врач-хирург. Здравоохранению медик отдал больше 40 лет. Спас сотни жизней. К работе я всегда собрался относиться соответственно. Я считаю, что помог тысячам людей. Но, собственно говоря, я не ожидал, что мы тут будут так и согласенными. Вы знаете, это просто действительно неожиданно. Никто мне не сообщал. Ну, конечно, приятно. Когда руководство города, руководство, ну и коллективы, и депутаты городского совета, они поддержали, значит, я что-то достоин. Как известно, ни один праздник не обходится без подарков. Суббота, 10.30, 5-й микрорайон. Перед открытием важная формальность. Награждение людей, без которых праздника бы не получилось. Грамоты и аплодисменты строителям. Ну а теперь самый долгожданный и волнительный момент – перерезание красной ленты. 900-метровый участок дороги от Шинной до Ленина – уникальный проект для Бавруйска. Главное ноу-хау, материал из которого она сделана – бетон. Срок эксплуатации – 20 лет. Четыре остановки, три светофора, две велодорожки и площадки для отдыха. Строителям понадобилось чуть больше года. Далее у нас проспект строителей, вот на котором мы находимся, продолжение, который существует участок, идет до улицы Секорского. Вот эта дорога в планах, она в ремонте. И интернациональная улица, которая уже на данный момент, она находится уже в ремонте. Там уже сняли покрытие, проводим работы по устройству борта. Дорогу ждали вообще? Очень долго. Нравится? Не знаем, оцениваем. Ну, какие первые впечатления? Ну, приятно как-то, что-то новое, интересное. Наконец-то будет проезд улучшаться и, в принципе, будет разгружаться. К новой дороге прилагаются и 10 современных автобусов МАЗ-203. Эта низкопольная модель полностью отвечает европейским требованиям для перевозки пассажиров от дизайна до начинки. Комфортные условия как в салоне, так и в кабине водителя. Здесь предусмотрена безбарьерная среда, светодиодное освещение и даже кондиционер. Первыми тестируют транспорт и магистраль, жители микрорайона и иностранные гости во главе с мэром города. Мы уверены в том, что это только начало тех новых дорожных артерий, которые мы начали строить в городе. Будут продолжения в том числе и тротуаров, плюс велодорожки, которые выйдут на Георгиевский проспект. Конечная остановка – новый физкультурно-оздоровительный комплекс в седьмом микрорайоне. Внутри пять залов – гимнастический тренажерный, теннисный корт, площадка для игровых видов и аэробики. В общем, более пяти с половиной тысяч квадратных метров. Пропускаемый свыше сотни посетителей одновременно. Осталось установить оборудование, и тогда ФОК заработает на полную мощность. После гости отправляются на прогулку по пешеходной зоне. Она пролегает вдоль строящейся 35-й школы. За партой ученики сядут уже 1 сентября. Затем визит в новый 84-й детский сад. Праздник проходит в нескольких точках города. На Минской – парад МЧС. В колонии спецмашин – современная техника. Она изо дня в день помогает спасать жизни, справляется с боевыми задачами на суше, в воде и воздухе. Также был представлен наш ретроавтомобиль для придания, просто от чего мы вышли, вот таких вот машин, которые были раньше на вооружение пожарной команды города Бобруйска. Ну и для техники, которая сегодня была представлена. На Горького доносится запах шашлыка. Здесь проходит благотворительная акция «Запрошаем смашно есть». Фишка гастрономического фестиваля – все блюда готовят руководители бобруйских предприятий. На несколько часов меняют деловые костюмы на фартуки и колпаки. Жители и гости тем временем дегустируют в меню холодник, суп-харчо, пирожки с капустой, блинчики с ветчиной, фирменное печенье и, конечно, драники. Уже в неформальной обстановке иностранные делегаты обмениваются впечатлениями. Люди чувствуются, любят свой город, его историю. Люди сохраняют добрые традиции. Я от всей души желаю бобруйску процветания. Пусть процветает Беларусь, пусть будет вечным городом Бобруйск. Пусть каждый житель города Бобруйска смотрит с уверенностью в будущее. Далее гости отправляются на променад по легендарной социалке. Здесь расположился настоящий город мастеров. На каждой из локаций – фотозона. Можно сделать снимок в хоккейной форме или в изысканном платье от домочая. Неподалеку припаркована «Волга красного пищевика». Большая очередь и у трактора «Беларусь». О программе для маленьких жителей Бобруйска тоже не забывают. Еще на подходе к парку культуры и отдыха раздается детский смех. В небо поднимаются тысячи мыльных пузырей. После здесь начинается колорфест. Краски будут смыты, но настоящие эмоции никогда. С праздником бобруйчан поздравляют и художественные коллективы Нарфаминска. Со своей родной земли они привозят лучшие музыкальные и танцевальные постановки. Города-побратимы связывает дружба, скрепленная договором о породнении. Он подписан еще в 2005-м. С тех пор взаимные визиты – традиция. Встречи всегда полны искренности и гостеприимства. Наверное, незабываемые впечатления не только у меня, но и всей нашей команды. Потому что для нас это команда, действительно команда, которая входит в этой делегации более дружелюбного. Мы дома, одним словом. Мы чувствуем себя как дома. Тем временем на главной сцене города сердца бобруйчан растапливают песняры. Ансамблю подпевают как взрослые, так и молодежь. В программе «Косил ясь конюшину», «Молодость моя», «Молитва» и «Беловежская пуща». «Мне понятна твоя вековая печаль, Беловежская пуща, Беловежская пуща». Я поздравляю город Бобруйц с этим прекрасным праздником. Очень хочется сказать о том, что очень красивый, чистый, красочный город, приветливые, приятные люди, очень много красивых мест, заведений. Город расцветает, растет, и мне очень приятно здесь находиться, и нам бы хотелось почаще к вам приезжать. Как вам концерт, как вам программа, которая в городе? Мы подошли вот недавно, и ну прекрасно все. Чувствуем себя замечательно. Ну какие у вас планы еще на сегодня? Ну, посмотреть еще салют. Я в восторге. Я не была три года здесь, вообще я родилась в Бобруйске, но 25 лет живу в Москве. Поражена и очень поражена городом, и вот этим праздником, который устроил город, просто великолепно. Мы сегодня были в детском парке, там вот для детей очень хорошее было развлечение, шоу мыльных пузырей. То есть дети в восторге, очень играли, понравилось. И с погодой сегодня не так жарко. Магия живого огня, пластика тел и сложные, отточенные до совершенства трюки. 22.40 на площади Ленина начинается фаер-шоу. Горожане достают свои смартфоны, снимают мастерство управления прирученной стихией. Уже в 23.00 в небе раздаются залпы праздничного фейерверка. На такой счастливой ноте город завершает второй день торжества в честь освобождения Бобруйска от немецко-фашистских захватчиков. Уже 29 июня наследники победы возложат алые цветы к подножию мемориалов, вспомнят подвиг героев и поблагодарят за мирное небо. Карина Гуревич, Максим Кембель, Дмитрий Шевцов, Максим Галеонко. Итоги недели.